Мы приехали на Лаванду. Сегодняшний выпуск, возможно, и не будет мега информативным, но он точно будет цветущим. И начнем мы с вами с середины лета. А именно с лавандовых полей в Тургеневке. Самых больших и красивых полей горной лаванды в Крыму. Спасибо. Нам сделали дырдочку. В 2021 году посещение этих полей стало официально платным. 300 рублей с человека. Теперь здесь есть туалеты, живая музыка и магазины с продукцией. Но это не значит, что приезжать можно в любое время года. Цветет лаванда довольно короткий промежуток времени. Это всего 2-3 недели, потом она начинает терять свой цвет. В этом году цветение длилось с конца июня до середины июля. Лаванда в Тургеневке разных сортов, поэтому тут она цветет чуть дольше, чем в других местах. Костя, расскажи им, что не надо рвать. Слова. Слова. Стой. Рвать, топтать нельзя. Понял? Пошлите дальше туда, где людей нет. Я прям блюгаю цветы. Вот я только что об этом сказал. Откуда знаешь, ты не дошел? Кстати, горная лаванда растет только в горной местности. Если вы встретите лаванду не в горной местности, то это, скорее всего, лавандин. Он менее прихотлив и требовательен по сравнению с лавандой. Чем лавандин отличается от лаванды, я рассказала в этом посте в нашем инстаграм. У нас там вообще интересно и весело, поэтому заходите, подписывайтесь, мы будем очень вам рады. Основная масса людей на лаванде находится у самого входа. Там играет живая музыка, есть магазин, художники рисуют. Там даже есть самолет. А мы идем дальше. К лавандовым полям, которые наверху. Туда можно доехать на УАЗики. Доехать на УАЗики туда стоит 500 рублей, а входной билет 300 рублей с человека. Но у нас входные билеты бесплатные, потому что мы входим в льготную категорию. К таким относятся жители Бахчисарайского района, многодетные и еще какие-то категории. Но это можно посмотреть на сайте, в инстаграме. Ребята, мы сегодня на лавандовых полях. В период цветения лаванды на поля съезжается огромное количество людей. Фотографы, модели, экскурсионные группы и просто одиночные туристы. Кто-то хочет красивые фотографии, а кто-то хочет просто увидеть лаванду и вдохнуть необыкновенный аромат, который витает над полями. Но в любом случае лаванда не просто так популярна. Конечно же, поля лаванды выращивают не для того, чтобы мы с вами приезжали туда и фотографировались. Ее широко используют в букетах. Она не теряет своего запаха. Пахнет обалдеть. Даже после высыхания. Вот это, кстати, высохший уже букетик лаванды. Конечно же, ее широко используют в косметологии. Кстати, открытие этого лета для меня масло лаванды очень хорошо помогает от ожогов именно лаванды, а не лавандина. И также еще она очень вкусная. И еще одно открытие этого лета, если увидите, обязательно попробуйте. Это раф с лавандой. Вот он на картинке. Очень вкусно. Обязательно пробуйте. А сейчас мы покажем вам, что цветет в Крыму. Начиная с зимы. Здесь, да, здесь постоянно что-то цветет даже зимой. Разумеется, все эти цветы не попали в наш ролик, потому что отснять их все невозможно. Поэтому выбирайте для себя период цветения и обязательно приезжайте в Крым. Пока! И это январь месяц. Новый год. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok